Любое общество Любое общество Каспийский трубопроводный консорциум, как современная социально-ответственная компания, реализует множество благотворительных проектов и программ, в том числе направленных на поддержку детского образования и развития. Одним из таких проектов является фестиваль-конкурс КТК «Талантливым детям», который уже более 20 лет помогает одаренным детям из регионов присутствия компании проявить свои творческие способности, получить стимул к саморазвитию, способствовать сохранению самобытной культуры и народных традиций в искусстве. С каждым годом растет количество талантливых ребят, желающих проявить свои способности, что говорит о востребованности проекта и его важности. В 2020 году в первом отборочном этапе приняли участие 12 744 человека из четырех регионов присутствия компании в России. Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края и Краснодарского края. Участники фестиваля-конкурса из Республики Калмыкия по-своему уникальны. Калмыкия – территория загадка. Страна бескрайних степей, населенная потомками кочевников, пришедших из Центральной Азии. Также предками калмыков считаются западные монголы. Поэтому калмыцкие традиции очень многообразны. Сегодняшнее молодое поколение с гордостью называет себя айратами, изучает калмыцкий эпос и культуру. В наши дни калмыки хранят память о многовековых традициях своей самобытной культуры. Не забывают здесь и о своем языке, письменности, традиционном искусстве, народных промыслах и ремеслах. Яркий тому пример – номера с национальным калмыцким колоритом, которые были блестяще представлены на фестивале КТК талантливым детям. От калмыкии подали заявки на участие в фестивале-конкурсе 287 детских ансамблей и студий. Общее количество участников составило 1260 человек, включая исполнителей сольных номеров и детские творческие коллективы из 17 населенных пунктов и Кибурульского, Черноземельского районов и города Элисты. Выступление всех участников оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли известные деятели искусства, заслуженные работники культуры Российской Федерации, педагоги, лауреаты международных конкурсов. Одаренные дети и подростки калмыкии выступили в различных номинациях – вокал, хореография, исполнение народных мелодий на различных национальных инструментах. Также надо отметить, что с каждым годом растет мастерство юных талантов. В этом большая заслуга руководителей, педагогов по вокалу, танцевальному и инструментальному искусству. 93 педагога республики готовили одаренных детей к участию в первом туре конкурса, всячески поддерживая своих воспитанников. Второй этап конкурса, включающий мастер-классы, из-за пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений, провести было крайне непросто. Однако организаторы приложили все усилия, чтобы мастер-классы не только состоялись, но и были доступны для максимального количества желающих. На помощь в реализации этой задачи пришли современные коммуникационные технологии. Мастер-классы проходили в формате зум-конференций, что нашло положительный отклик со стороны молодежи, а преподавателям позволило расширить полезные навыки дистанционного образования. Это уникальный по масштабам проект, организованный в онлайн-формате. Восемьдесят мастер-классов от признанных мастеров музыкального и сценического искусства проводились по всем конкурсным номинациям в течение трех месяцев. Возможность поработать с известными педагогами получили более трех тысяч участников из самых удаленных сел, поселков, малых городов регионов присутствия компании КТК. Мне очень понравились мастер-классы, я узнала очень много нового на них. Также хочу выразить отдельную благодарность конкурсу КТК «Талантливым детям» за то, что он вообще есть. Я получила дипломы науреата первой премии, я очень счастлива, спасибо КТК-Р за предоставленную возможность. За период проведения мастер-классов более 550 человек из Республики Калмыкия прошли обучение, расширили свои навыки и обсудили современные тенденции в сфере культурно-образовательного пространства. Несмотря на неожиданные трудности, которые принес 2020 год, можно с уверенностью сказать, благотворительный фестиваль-конкурс с КТК «Талантливым детям» состоялся. Все его участники в нестандартных и необычных условиях смогли реализовать задуманное, продолжить важную работу по сохранению самобытных традиций Юго-России и поддержать юных творцов, за которыми будущее нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok